МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мест все меньше. Департамент здравоохранения продолжает принимать документы от абитуриентов Ненинского округа, которые намерены стать врачами учеба за счет бюджета. Местные богатыри в Наринмаре состоялся очередной спортивный фестиваль «Сила Заполярья». Кто на этот раз оказался самым выносливым? Прощай, Мундиаль! В России завершился чемпионат мира по футболу. За кого болели наши фанаты в финальном матче между Францией и Хорватией? Об этом не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Пришло время подвести итоги первого рабочего дня. В студии Олег Хатанзийский. Новости начинаются. В реке Каратайха найдены тела рыбаков. Напомню, двое жителей Каратайки пропали еще на прошлой неделе. Как сообщают в единой диспетчерской службе 112, вечером 6 июля в 18 километров выше по течению от населенного пункта местные обнаружили моторную лодку. В ней находился сапог, а на берегу весло. Людей при этом не было. После начались поиски. Оба мужчины 86-го года рождения. 7 июля на глубине 6 метров эхолот обнаружил два предмета, похожих на человеческие тела. На следующий день в Каратайку из Наринмара вылетели пять водолазов поисково-спасательной службы, но им так и не удалось погрузиться на дно из-за сильного течения. В дальнейшем поиски велись ежедневно силами местных жителей. В пятницу днем было найдено тело одного из мужчин, в воскресенье утром другого. Что конкретно произошло, сейчас выясняют правоохранители. В регионе зафиксирован первый этим летом тундровый пожар. Его обнаружили пилоты Наринмарского авиаотряда, которые в минувшую субботу выполнили рейс по маршруту Ома-Наринмар. По словам членов экипажа, они заметили сразу несколько очагов пожара в районе реки Ищучья на землях СПК Индига. Горели тундра и мелкий кустарник. Место возгорания находится в 80 километрах от Нижней Пеши и Коткина. Угрозы распространения огня на населенные пункты не было. Они изолированы от очага множеством рек, водоемов и болот. Тушению самого пожара поспособствовал обильный воскресный дождь. Поэтому вмешательства спасательных служб не потребовалось. Теперь хорошая новость для всех жителей региона. Уже в следующем году скорость мобильного интернета, как минимум в Наринмаре и поселке Искатели, будет составлять около 40 мегабит в секунду. И это вовсе не шутка. Такое заявление на встречу с Александром Цибульским сделал директор Ненецкого информационно-аналитического центра Павел Окладников, пишет агентство НАУ-24. Руководитель учреждения наглядно продемонстрировал действие тестовой сим-карты Ростелекома. С провайдером у администрации заключено соглашение. Без подключения к Wi-Fi скорость передачи данных на мобильном устройстве показала 41 мегабит. При этом, по словам главы региона, на его компьютере в кабинете губернатора, максимальная скорость в лучшем случае 2 мегабита в секунду. Александр Цибульский поинтересовался, не эффект ли это малого количества абонентов провайдера. По словам Павла Окладникова, Ростелеком является держателем магистрального канала связи в регионе, поэтому в зависимости от количества пользователей сможет спокойно расширять канал для поддержания скорости. Это уже можно будет просто прийти и купить сим-карту, по которой можно получить эту услугу. Это будет сим-карта только для интернета или и услуги связи тоже? Комплексный подход, то есть можно вот и услуги связи голосовые, и интернет. Но вот в случае, как у меня, у меня основной оператор для голосовых вызов это не, скажем так, ведущий оператор в России, а вот по интернету, в краске вторая симка стоит, да, и показывает, что интернет в вторая симке. До конца 2018-го Ростелеком планирует увеличить количество базовых станций в регионе и, по словам Павла Окладникова, с начала следующего года воспользоваться качественными интернет-услугами смогут абсолютно все жители округа, установив на свои мобильные устройства сим-карту данного провайдера. К другим новостям. КПРФ утвердила свою кандидатуру на пост губернатора Ненинского округа. Представители комитета единогласным решением выдвинули Татьяну Федорову. В партии напомнили, экс-мэр столицы региона в свое время работала главой администрации поселка Амдерма, а также являлась депутатом Архангельской области Ненинского округа. В этом году губернатор заполярного субъекта будет избираться по новой схеме. Имя нового главы предстоит назвать народным избранником регионального парламента уже нового созыва. Напомню, на прошлой неделе кандидатов на высший пост округа утвердил и полицовет Ненинского отделения «Единая Россия». Это временно исполняющий обязанности губернатор Александр Цубульский, председатель СПК Рыболовецкий колхоз Заполярий Михаил Кисляков и глава муниципального образования Телевисочный сельсовет Александр Чурсанов. Сотрудники по КТС продолжают прочистку скважин на центральном водозаборе Наринмара. Используется метод так называемого «эрлифта». Скопившуюся грязь на фильтрах вымывают при помощи сжатого воздуха. Технология пусть и не новая, зато эффективная, говорят специалисты. Всего за летний сезон рабочим предстоит прочистить более 10 скважин с питьевой водой. За процессом наблюдала наша съемочная группа. На первый взгляд может показаться, что за работой машинисты буровых установок оценивают запасы нового месторождения. Впрочем, люди в синих комбинезонах отнюдь не нефтянники, сотрудники предприятия, объединенных котельных и тепловых сетей. Слесарь выполняет важную миссию – прочищают скважины с питьевой водой, которая отсюда поступает во все дома и социальные объекты Наринмара. Процесс очистки крайне долгий. Используется метод эйрлифта. Установку из труб рабочие собирают на месте. Постепенно, метр за метром, конструкцию затем опускают под землю. Глубина скважины – порядка 30 метров. На то, чтобы прочистить одну только скважину, уходит ровно неделя. Грязь вымывает при помощи сильного напора воздуха. Он проходит вот по этим трубам. Установку так и называют – эйрлифт. Итак, 13 скважин. Это значит, что на прочистку всех фильтров уйдет 13 недель. Сотрудники коммунального предприятия признаются – грязи вымывается, как правило, немного, в основном песок. Но и он может значительно повлиять на качество питьевой воды. Приезжает сначала бригада электриков. Проводится работа с Зевсом. То есть подается ток импульсивный. То есть эта вся грязь отбивается, седает. И вот потом уже приезжаем, устанавливаем эйрлифт, чтобы всю эту грязь оттуда вымывалась. Скважины на центральном водозаборе Наринмара прочищают ежегодно. То есть процедура стандартная. Руководство ПКТС уже заявило. На объемах поставляемой в город воды промывка фильтров никак не отразится. Олег Котанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север. У местных выпускников осталось всего 4 дня на то, чтобы заявиться на акватируемое место в Архангельский медвуз. Подать документы абитуриенты могут в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения. В рамках целевой подготовки врачей для Ненецкого округа в этом году Северный государственный медуниверситет выделил округу 8 мест по трём специальностям. На сегодня заявления поступили от 11 потенциальных студентов. По договору с профильным департаментом САФУ готов обучить 4 врачей по специальности лечебное дело, троих по педиатрии и одного по стоматологии. Сегодня конкурс на лечебное дело и стоматологию составляет 2 человека на место. А вот на 3 квоты по педиатрии заявилось всего 2 выпускника. Добавлю, целевая подготовка будущих специалистов даёт абитуриентам ряд преимуществ. Отбор в Медвуз проходит в рамках квоты на период обучения обеспечено место практики после обучения трудоустройства по специальности. В свою очередь, заказчик Ненецкий округ получает возможность готовить тех профессионалов, которые будут необходимы нашей медицине через 6-8 лет. Вдоль большой пустозерской тропы появились деревянные скульптуры. Специально для музеев изготовили мастера арт-фестиваля Тайбала. Все объекты созданы в стиле лонтард. Это фигуры лоси, медведя, орлана-белохвоста, писца, куропатки, зайца и совы. С лесными животными познакомилась наша съёмочная группа. Началась презентация возле первой скульптуры орла-белохвоста. Эта большая северная птица встречает гостей и как бы открывает большую пустозерскую тропу. Позвольте от имени главы региона поблагодарить общество краеведов, ребят, которые достойно представили Ненецкий округ на конкурсе президентских грантов, а также наших защитников природы, Гринхоум. Ну и, конечно, сборную Тайбала, уникальных мастеров, которые показали нашему округу, что такое настоящее экологическое искусство. Мастера команды Тайбала сделали фигуры животных, всего их семь, в стиле ленд-арт из горбыля и бросово-полевого материала. На изготовление и доставку скульптур в Пустозерск специалистам потребовалось 10 дней. Это просто какой-то тренд последних лет. Всем нужны деревянные животные. Было интересно увидеть новые земли, думаю так, новые земли и, в принципе, новые климатические какие-то зоны. И, конечно же, было интересно справиться с инженерными вызовами, то есть сделать что-то в городе и с помощью небольших катеров и маленького парома все транспортировать сюда. То есть интересно посмотреть на скульптуры через год, насколько наши идеи о том, как это сделать более устойчивым, реализовались. После участники экскурсии отправились по тропе. Обитатели заполярного леса установлены по всему маршруту. Например, уже через 400 метров стоит красивый северный олень. Не обошлось без небольшой фотосессии. Пройдя такое же расстояние, гостей встречает бурый медведь. Животное выполнено в достаточно агрессивной позе и явно не с добрыми намерениями. В ближайшее время рядом с каждым животным установят указательные таблички. Их смастрили ребята, которые посещали детские площадки. Как признается Мария Уварова, волонтеры, как и в городе, так и на территории Пустозерска активно помогали в реализации этого проекта. Ребята позитивные, очень хорошие. Я была приятно удивлена, потому что говорить особо даже не надо было. Они просто брали и делали. То есть утром у нас была планерочка. Мы раздавали всем задачи и они выполняли. Наша задача была пройти этот маршрут, замерить, где будут места установки стендов информационных, места установок арт-объектов. Также мы замеряли, сколько это времени займет, сколько это расстояние, чтобы потом эта информация была полезна для создания экскурсии. Вообще идея создания тропы у сотрудников музея возникла достаточно давно. И только в этом году удалось приступить к ее реализации. В целом маршрут тропы 10 километров. По всему пути будут установлены 12 информационных стендов, на которых будет размещена вся информация о местной растительности. Люди приезжают в Пустозерск, хотят узнать историю Пустозерска, узнать судьбу о вакууме, бывает на месте казни протопопа вакуума, но и в то же время людей интересуют природные составляющие. Так как природа, окрестность Пустозерска, она очень интересная. Территория нашего музея-заповедника не очень большая, но она очень разнообразная. И поэтому мы считаем, и у людей это тоже очень привлекает. Ну и мы считаем, что эта тропа скучной не будет, несмотря на ее такую большую протяженность. Она будет востребована и будет интересна всем любителям природы. Сейчас краеведы пришли к выводу, что для полной реализации проекта потребуется еще как минимум 4 года. Создатели туристической тропы планируют сделать ее максимально интересной и комфортной. Основная идея заключается, то есть нужно попасть в атмосферу, в которой человек либо отдыхает, либо он активно в ней участвует, открывает для себя что-то новое. На реализацию проекта Ненецкое общество краеведов получило финансовую поддержку от окружной администрации и от фонда президентских грантов. В рамках конкурса, вот первого конкурса, который проходил в 2018 году, получили на реализацию всего проекта, двухлетнего, порядка 3 миллионов рублей. Ну там 2,886, еще с какими-то копейками, с рублями. И действительно, вот это то, что нам дает, ну, сделать, открыло для нас, да, сделало такой мощный толчок. Официальное открытие Большой Пустозерской тропы запланировано на 15 сентября, в день Пустозерска. Людмила Сидейская, Александр Дуркин, Телеканал Север. Рогатый рейс северных оленей вновь доставят на Колгуев. Как пояснили в Департаменте природных ресурсов и экологии АПК, на остров перевезут 10 важенок и столько же оленят. Их количество может быть больше, если позволит вместимость вертолета Ми-8 МТВ. Выполнение рейса запланировано на 3 августа. Олени будут предоставлены семейной родовой общиной Обседа. 3 августа оленеводы будут располагаться в районе устья реки Черная, недалеко от острова Сенгейский. Там вертолеты и совершат посадку, чтобы взять на борт животных. Сейчас с хозяйством ведет переговоры руководство союзо-оленеводов Ненецкого округа. Напомню, работа по восстановлению стада на Колгуеве, где с 2013 года наблюдался массовый падеж оленей, ведется властями округа уже несколько лет. Для развития отрасли были созданы крестьянское фермерское хозяйство и семейная родовая община. Также в 2015-м на остров впервые завезли рогатых животных, после этого там прошло три отела. И на сегодняшний день, по оценкам кочевников, поголовье увеличилось примерно в 4 раза – с 200 до 800 северных оленей. В центре Наринмара развернут Ненецкое стойбище. Шестиметровый чум на площади Мрации появится в следующем месяце. Его установят представители Союза оленеводов по предложению главы региона Александра Цибульского в рамках года оленеводства, объявленного в субъекте. По словам организаторов, в Чуме будут проводиться экскурсионные программы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и национальной кухне. Проект позволит продемонстрировать жителям и гостям заполярье устройство и быт кочевого жилья, а хозяева расскажут о традиционном образе жизни коренных народов Севера. Также авторы инициативы намерены обратить внимание гостей стойбища на профессии оленевода и чумработницы. Всего же до конца года в регионе пройдет порядка 60 мероприятий, и в частности в рамках плана проведения года оленеводства местные хозяйства при поддержке Департамента финансов и экономики, Центра развития бизнеса и Союза оленеводов должны разработать конкретные стратегии по своему развитию до 20-го года. Между тем, в Аграрно-экономическом техникуме впервые за много лет откроется курс по подготовке оленеводов-механизаторов, а в Налимном Носе построят модульный передвижной убойный пункт для переработки продукции общин. В августе на Канине откроется кочевой детский сад. Кроссфит, армрестлинг, воркаут и даже народный жим. В этих и не только дисциплинах соревновались участники очередного фестиваля «Сила Заполярия». Третий по счету турнир среди спортсменов-любителей собрал более ста человек. В этом году организаторы решили разбавить программу. На главной площади Нарейнмара выступили местные исполнители, между тем впервые прошли показательные выступления по национальным видам спорта. Как все было, расскажем в следующем материале. Наталья Иванова через полтора месяца отметит свое 50-летие, но ее физической форме позавидуют многие молодые девчонки. Говорит, перепробовала с десяток разных видов спорта, но страстью прикипела именно к силовым тренировкам. Все быстро надоедает, приедается, а здесь все-таки нет стагнации какой-то, постоянное развитие. В жиме я недовольна результатом, у меня подготовка небольшая была, я всего месяц готовилась, ожидала большего, на тренировках были гораздо выше показателя. А здесь как-то и волнение, и другая обстановка, жарко было очень. Фестиваль «Сила Заполярья» объединил шесть дисциплин. Это кроссфит, армрестлинг, армлифтинг, воркаут, подъем на бицепс и народный жим. Причем здесь нет делений на любителей и профессионалов. Ребята год от года растут, и в силовых показателях, и, конечно, есть конкуренция, интереснее с каждым годом. За Григория Сергеева болеет вся его семья. Они приехали на фестиваль из поселка Красное. Пауэрлифтингом Григорий занимается более 20 лет, и уже 4 года сам тренирует старшую дочь. А мне папа сказал, он сказал, что я буду участвовать, и я готовилась к ней. Я поднимала вес 25 килограмм 37 раз. Ну, я считаю, что в этом мире женщины должны быть сильными тоже, понимаете, как бы, вот. И поэтому старайтесь себя что-то видать. Ну, а это площадка для ненецких видов спорта. В регионе 2018 объявлен годом оленеводства, поэтому организаторы устроили показательные выступления по национальной борьбе на поясах и перетягиванию палки. Интерес есть, я думаю, что мы продумаем все, и в скором времени сделаем отдельный фестиваль под ненецких видов спорта. Прыжки через нарты, да, можно сделать бег, бег с палкой, бег с камнем. Ну, и тоже так же метание тензея можно сделать, тоже очень зрелищно. Каждый год организаторы заполярного фестиваля разбавляют программу чем-то необычным. В этом году помимо ненецких состязаний представили зумбу – мощную тренировку под энергичную музыку, которую, если честно, выдержали не все. Она подбадривала, давай, давай, громче, а можно еще больше, давай, давай. И вот на этих позитивных эмоциях мы выдержали. После зумбы на площади организовали награждение. Медали и призы получили самые сильные атлеты за палярье. Надежда Качегова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». В России завершился чемпионат мира по футболу. Этот турнир, который наша страна принимала впервые, уже называют историческим. Северная организация на высшем уровне, так говорят те, кто весь этот месяц буквально жил футболом. Напомню, накануне в финале встретились Франция и Хроватия. Трансляция матча на большом экране в очередной раз велась на главной площади города. Поддержать сборную и просто понаблюдать за красивой игрой пришли несколько десятков наринмарцев. Многие отдавали предпочтение хорватской команде. Это несмотря на то, что именно она выбила наших футболистов из турнира. Мы поддерживаем хорватов. Ну, так как они выиграли наших, поэтому мы из-за них. Будет очень радостно, если мы проиграли чемпионом мира. Ну, это такие другие эмоции совершенно, если ты сидишь на диване и смотришь дома. Например, вот первая наша фан-зона, которая была 7 июля, были прям грандиозные эмоции. И особенно, когда наши забили второй гол на 118 минуте, это было просто что-то. На стадионе все-таки эмоций больше, потому что и людей больше. Но когда смотрели последний матч России, тут тоже было много эмоций. И очень много людей пришло поболеть за нашу сборную. В итоге Кубок мира завоевали французы. Игра закончилась со счетом 4-2. Жители Наринмара тем временем говорят, традицию транслировать подобные матчи на большом экране нужно продолжить и дальше. Такова информационная картина дня. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире.